дамы и господа добрый вечер у нас сегодня эфир посвященный различным чайным церемониям и я как раз символично и нахожусь рядышком с нет ну не самоваром я сейчас на даче здесь у нас самовара нет но у нас есть чайник он стоит чайная кружка а вон на шкафу лежат чайные пакеты и так сегодня мы будем говорить о чайных церемониях вот как именно явление собственно говоря ведь на самом деле любопытный такой вот факт да на самом деле все знают что культура потребления чая она к нам пришла из китая одна из версий как вообще китайцы собственно говоря дошли до жизни такой как они смогли открыть именно потребление чая как напитка которая затем вошло в их культуру но есть версия что вообще должны сказать спасибо мы за чай китайским пастухам которые обратили внимание что козы которых они пасли на склонах горд эти вот китайские пастухи щиплют листья не некоего растения после которого они начинают там с удвоенной скоростью носиться по горам и они тоже решили что это за листья то такие но все-таки китайские пастухи правильно понимали что коза то они не дуры они то что плохое кушать то не станут и как они привыкли делать с лечебными травами человечество с лечебными семьями тех или иных растений начала знакомиться чего пух каменного века очень давно многие тысячи лет назад и решили тоже заварить листья этого растения то получится и действительно почувствовали такой в бодрости и сил вот считается одна из версий как человечество вообще познакомилась именно вот с таким напитком как чай само название чай есть разные версии вообще этимологии этого слова осложняется это тем что вот как название вообще вот вот саму по себе слово название напитка чай так и чайные церемонии у разных народов и в том же самом китае спасибо большое они различные ну что китай мы говорим китай он не однороден там находится большое количество сметам смешение диалектов и разных культур китаец севера может с трудом понимать китайцы с юга и также с чайными церемониями с чайными традициями там они не однородны они очень и очень разные но все-таки покопавшись мы попытаемся сегодня ну постичь что в той пустью культуры потребления чая называется поднимите руку кто сегодня уже хоть одну кружку чая выпил на самом деле я и даже и не одну и это в нашу-то эпоху когда с у нас к этому относятся спокойно у нас вообще тула в последнее время кроме того что мы славимся самоварами в том числе производства комбината туловар наших друзей мы стали еще таким кофейным городом много кофеин пооткрывалось а вот в китае на самом деле ревнители старых традиций старых нравов до китайское общество в чем-то очень консервативно бьют тревогу почему проникновение западных газированных напитков там этих кока-кол пепси кол и прочего всего несет угрозу культуре потребления чая и китайской чайной церемонии в китае вообще звучат голоса что китайская чайная церемония должна быть внесена в список нематериального всемирного наследия юнеско даже вот хотя на самом деле у нас возможно как-то более на слуху как-то китайская японская пардонте чайная церемония ну сейчас разберемся качнемся и нашей и британской и японской и китайской вот в принципе если разбирать по миру традиции и культуры потребления чая то в принципе можно выделить вот основные как такие крупнейшие киты вот эти именно чайные церемонии этих народов и у них у всех и у нас в том числе какой я какой я модный сегодня есть в чайной церемонии вот некая суть изюминка которая у каждого народа своя вот что я имею ввиду сейчас поясню так вот если мы возьмем английскую например чайную церемонию да вот эти чопорные англичане стылая туманная англия да вот великобритания туманный альбион да действительно там именно чай они кофе или какие-то горячительные напитки считается таким вот основным горячим напитком который вот именно должен согреть человек вот эту стылую английскую погоду так вот считается что вот это вот английская это чайная церемония это всемирно известный этот чай фай фоклок да помните этого безумного шляпника в алисе в стране чудес у кэрола тогда где там время с нами поссорилось у нас теперь все время пора пить чай там постоянно это безумное чай пить это это происходит так вот как считается английская британская чайная церемония да это чопорная такая что что вы елки-палки лимон но хотя есть версия что именно благодаря русским еще где-то в веке в восемнадцатом англичане все-таки научились съедать лимон после того как выпили чай так вот британская чайная церемония она направлена прежде всего прежде всего на строгое соблюдение этикетных норм при потреблении чая доброго вечера всем вот она то есть грубо говоря для англичан в потреблении чая в чайной церемонии главное сама церемония ну вот вот эти сэры эти леди там все вот они вот кто как сел да кто за кем сидит кому там первому чашечку подать кому второму кому третьему вот вычитал даже вот такой вот любопытный факт ну не знаю факт не факт или просто байк и может исторический анекдот что доходило даже до того вот мы допустим с вами принимаем участие в британской в английской чайной церемонии например да вот у нас там туловарский самовар еще стоит какой-нибудь там расписанный под гжель да и вот там хозяева там наливают чай там передают чайные чашечки вот эти да блюдца да чашечку допустим там вот у нас сидит там какой-нибудь баронет какой-нибудь граф кентский ну вот ему как почетному гостю вот даем потом там какой-нибудь там второй барон какой-нибудь там виндзорский вот ему ну как вот феодальное право да там это вассал моего вассала не мой вассал и вдруг выясняется например ну вот я там Егор Пронин историк гид по Туле и допустим кто-нибудь вот из вас сидит ну и мы с вами вот люди вот абсолютно одного социального абсолютно одного положения и вот такая неловкая ситуация может получается возникнуть а это как вот за столом сидят там два старших лейтенанта ну к примеру там да кому из них первому подавать понятно что там уже дали полковнику майору капитану потом дальше лейтенанту там и все но вот два старших кому ну у нас бы наверное решили просто так ладно там кто как там эта фамилия у этого на у этого на в ну значит вот этому подать в алфавитном порядке начислим чаю да и все у нас русский человек голову бы забивать не стал а в англии это же скандал будет елки-палки там поэтому как бралась какая-нибудь монета такого крупного достоинства ну и играли в орлянку вот орел или решка вот допустим у меня орел у вас решка выпадает хлобысь решка значит вы получаете чай вперед меня а мне чтобы обидно не было ну как бы вот эту монету я получаю и все вроде как бы довольны фу хозяева там выдохнули неловкая ситуация слава богу не произошла то есть английская чайная церемония главная вот ее суть если все отбросить и оставить вот голую суть такую о да доброго вечера это вот само по себе соблюдение церемонии как таковой это самоценность вот напиток чай это как бы уже второстепенно самое главное строгое соблюдение традиционной церемонии вот что главное для англичан японцев возьмем вот это вот чайная церемония долгая сложная там кто там кому кланяется кто как садится там кто там в каком кимоно пришел там как там на ценовку сел как там это с каким поклоном там наклоном головы там эту пиалку с чаем принял там и так далее и там миллион этих моментов те же гейши например знаменитые гейши это вам не куртизанка это аналог вот такой гетеры в древней Греции умная независимая женщина которая усладит вас беседой и чаепитием и все и выпроводит скажет все свободен за остальными развлечениями вон шуруй куда-нибудь в другое место отсюда так вот в японской чайной церемонии самое главное все-таки даже если несколько человек в ней принимают участие самое главное это внутреннее созерцание то есть как бы мы если мы японцы с вами принимаем участие в японской чайной церемонии вот самое главное это как бы вот знаете как вот эти японские сады камней сидишь там выпадаешь нет ты не заснул не впал в транс ты ушел внутрь себя и вот так же с этим чайным там как-то да может там переброс с какими-то фразами с присутствующими людьми но прежде всего каждый как бы погружается в свой собственный внутренний мир и для японца чайная церемония это самое главное вот если единение с собой даже если чисто физически вот вы сидите и большой компанией да если взять китайскую чайную церемонию да китайскую то там главная изюминка Китая ну я считаю это конечно оправданно это правильно благодаря именно китайцам мир познакомился с культурой потребления именно чая потому что всякие там корешки листики там заваривать то могли во всем мире но нам самое главное сам чай потому что у нас ведь во главе угла это наш тульский бренд тульский самовар самовар для нас в нашем подсознании это равно чаю так вот именно китайская церемония во главу угла ставит сам наслаждение потребляемым чаем вот у китайцев это главное у британцев сама традиция они там что называется выражение исподние переодеть не могут без соблюдения традиций у японцев вот самурай в себя ушел обещал вернуться у китайцев сам факт вот посмаковать чай вот его запах его температуру ведь на самом деле у китайцев это вот у нас как бы нужна горячая вода для чая да вот самовар как раз ставим да вот самовары кипят уходить не вилят да давай там чашки подставляй погнали чай будем пить у китайцев даже степени горячности воды для заваривания чая имеют свою градацию с чрезвычайно поэтичными названиями звука нагреваемой воды вот представьте себе дамы и господа что это за температура давайте так сами думайте пробуйте в конце концов так вот оптимальная температура воды для того чтобы грамотно заварить во время китайской чайной церемонии зеленый чай а зеленый чай в Китае считается лучшим и у них даже есть такая традиция и даже примета что кто пьет зеленый чай по утрам у того день будет прям удачный вообще прям отличный день у азербайджанцев да и не только у азербайджанцев на самом деле кружечки специальные именно для чая так вот у китайцев температура воды оптимальная для того чтобы заварить зеленый чай это не сколько-то там градусов вот как мы там высчитывали русские да и не по времени подогрева воды это по звуку вот шумозакипающей воды знаете это называется шум ветра в вершинах сосен если переводить на русский язык вот если у вас самовар вода в нем дамы и господа издает звук шума ветра в вершинах сосен это оптимальная температура для заваривания китайского зеленого чая пробуйте пробуйте вот значит то есть в Китае в Китае самое главное это наслаждение чаем вот что во главе угла у нас у русских что и это кстати отмечают иностранцы тоже и путешественники которые в 17-18-19 веках бывали в России в нашей стране писали потом не ранее почему ну ранее чая просто у нас не было мы пили свои горячие напитки у нас кстати здесь в сообществе Тулавар сохраняется прямой эфир у нас был уже давно но был остался прямой эфир разнообразных горячих напитков в том числе русского народа название чая куй-чай-май там миллиард названий вот чая на самом деле и каждый имеет свой вкус и оттенок так вот а как замечали путешественники и не думаю никто из нас спорить не будет у нас у русских в чайной церемонии и это можно сказать наше отличие от китайцев японцев британцев у нас самое главное если отбросить все это общение общение мы мы придаем наивысшее значение именно общению взаимодействию людей а самовар чай там всякие вкусняшки и все прочее это средство но это не цель вот то есть вспомним например вот те же да сейчас у меня встает в памяти вот эти вот советские чайные сервизы да потрясающие там у нас помню был белокрасный оранжевый с белыми крапинками вот в наши дни да это может показаться странным в 21 веке это что кто-то реально надеется что толпой в 15 человек мы когда-нибудь дома попьем чайку что ли а раньше ну что например 30-40 лет назад да вот сервизы были 12 15-20 персон эти сервизы люди реально приобретали эти сервизы они стояли в шкафах вот за стеклянными дверцами к украшению жилища и по праздникам в честь там дня рождения или свадьбы да они извлекались и пился из них чай как считается это вот тоже на самом деле русским изобретением в нашем этикете в нашей чайной церемонии это допустимо хотя ну в наши дни общество стало такое более избалованное и изысканное но вот это переливание чая горячего из чашки в блюдечко и вот как это по-купечески да вот это вот это вот это вот употребление чая из блюдечка у нас это сплошь и рядом также особенностью вот именно нашей чайной церемонии наверное как подтверждение ставшего притчей во языцах во многих странах мира гостеприимства русских является то что в нашем русском традиционном чаепитии порой даже непонятно это вот по количеству угощения на столе это вообще это чаепитие или это полноценный обед или это вообще пир горой вот 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 такое впечатление что хозяева весь холодильник вообще вот просто принесли со словами ну сейчас чайку попьем и нанесут на столе там чуть ли не котлеты там с пюре да потому что ну а вдруг гость захочет бутербродик с пюрешкой и котлеткой сверху да вот это действительно у нас русская вот чайная церемония одно из таких вот наиболее ярких отличий от прочих церемоний у других народов это то что у нас она пожалуй одна из самых сытных и нажористых и по сахару в том числе да действительно вот например если китайцу там или японцу там накрошить накидать сахара в чай он скажет вы что наделали вы че чай-то испортили ну варвары вы вообще вы что творите а у нас же на самом деле то что о чай с сахаром это круто еще вот вот на самом деле ровно сто лет назад страна после гражданской войны да и вот например в детской книге писателя Льва Кассили там указано что вот он пишет с восхищением о советской школе первый буквально год советской власти разоренная воюющая страна и ну а уже тогда вот есть роскошь которую он не видел в старой царской казалось бы более благополучной гимназии чаепитие в школе школьников поили горячим чаем и один раз в день давали кусочек сахара и вот Лев Кассиль со своим братом они приносили эти кусочки сахара домой и не ели их а собирали потому что это же голодное время ну гражданская война голод и вот это вот и вот это чувствовалось что у человека уже в зрелом даже возрасте это трепетное отношение к этим детским чаепитием в разрушенной голодной холодной стране но все равно вот как бы государство мол пролетарская озаботилась вот для детей чай и кусочек сахара вот государство нашло способ детей вот в городе Покровске это нынешний город Энгельс в Саратовской области где троллейбусные заводы здорово здорово вот это воспоминание осталось с ним получается писателем на всю жизнь если возьмем вот этимологию все-таки слова самого чай да тут вот честно сейчас я подсмотрю наверное постараюсь подглядеть потому что огромное количество разных версий того как все-таки называется чай и самая главная проблема в том что нет не подлежу интернет отвалился ну и фиг с ним самая главная проблема в изучении этимологии слова чай в том что китайский язык он же идет он же не алфавитом как у нас он же иероглифами вот водяру нет это на флот пожалуйста это не к школьникам так вот самая главная проблема это то что в разных концах громадного Китая от уезда к уезду даже разными иероглифами обозначается один и тот же напиток где-то это му где-то это ча где-то это ша и так далее суть одна а написание изображения иероглифа разная а в Китае еще вдобавок ко всему сложность в том что вот грубо говоря у них же иероглиф это по нашему говоря это не буква это слог и придавая разную интонацию там ча 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 вы всякий раз получается произносите как разное слово и это добавляет конечно сложности один из самых известных сортов китайского чая который распространен по миру это знаменитый чай пуэр пуэр вот заметьте даже мы как-то привыкли что китайские слова они как-то звучат несколько забавно для русского уха чай пуэр некоторые на самом деле даже реально бывает не знают что это чай китайский думают что это английский или еще какой-то еще так вот любопытный факт китайцы свою чайную церемонию устраивая порой преследуют цель не только насладиться чаем ну как мы выяснили это самое главное там пообщаться перекусить или чего еще почувствовать единение с природой и всем окружающим миром китайцы с помощью чая они опохмелки чая борется с похмельем и как считается в Китае чай пуэр китайский пуэр он лучше всего способствует снятию вот этого вот похмельного синдрома который порой человека может трепать по утрам после бурно проведенной ночи у нас правда в России к сожалению традиция опохмелки чаем к сожалению не нашла такого укоренения как могла бы а зря кстати недаром народ говорит неосторожный опохмел ведет к длительному запою у нас кстати есть версия что в силу особенностей климата исторически такой более нежный деликатный приятный и при этом не требующий ни в коем случае крутого кипятка вообще крутым кипятком неправильно любой чай заваривать на самом деле если вдруг кто-то не знает у нас на Руси считалось что оптимальная температура заваривания чая это когда вода бьет белым ключом только появляются пузырьки а не бурлит вот как взбесившаяся у нас традиционно в России потребляли прежде всего чай черный во время застолий дней рождения праздников и так далее черный именно чай сначала китайский не было другого потом мы распробовали индийский цейлонский чай вот ассам например да вот ассам потом было налажено производство и собственного чая на юге в Грузии там в Краснодарском крае и так далее но все равно во главу угла у нас всегда ставилось это общение единство с окружающими вас людьми действительно во время чайной церемонии в этом ее отличие от алкогольного возлияния как говорят не пей вина с пьяных глаз можешь обнять и своего врага кроме того алкоголь может способствовать еще каким-то конфликтам там руганий дракам и всего прочего чай по определению к такому не приведет однако при этом все же следует помнить что людей которые откровенно друг с другом конфликтуют на чайную церемонию звать не стоит тоже кстати любопытный факт из традиции Китая в Китае считается одним из способов примирения с давним неприятелем это угостить его чаем кроме формальных извинений поднесение оппоненту чая свидетельствует о полном признании противной стороной своей вины то есть угощает извиняющийся это важно это вот способствует примирению людей которые до этого конфликтовали еще вот тоже кстати любопытный такой вот факт вычитал когда готовился к сегодняшнему эфиру у нас когда чайная церемония русская заканчивается что мы делаем встаем говорим спасибо до свидания у нас на самом деле подмечают даже в других странах что у русских часто чайная церемония в конце застолья свидетельствует о том что все вечеринка закончена все чай пьют на ход ноги уже все до свидания пора уходить все вечер окончен ну можно еще кто особо вежливый предложить хозяевам помочь посуду помыть если вы именно друзья семьи и от вас уместно такое предложение в китае же в китае в южной части страны потому что традиции там в этой огромной стране очень сильно могут разниться от провинции к провинции принято после окончания питья чая да постучать по столу где-то согнутыми костяшками указательного и среднего пальца вот так или сначала вытянутыми средним указательным пальцами а потом уже согнутыми вы спросите это чего вообще значит поясню тут китайская легенда что это был примерно ну где-то рубеж нашей и не нашей эры то есть две с лишним тысячи лет назад значит правил в Китае в одном из царств какой-то царь который периодически устраивал такие путешествия по стране с целью выяснить как вообще народ к нему относится послушать как бы уши погреть и традиция была что императора вот этого царя если кто-то узнавал человека могли даже казнить чтобы он всем не рассказал а вон тот человек это наш царь вообще-то ну мало ли кто-то покушение на него учнит для чего иначе как-то он зашел в чайное заведение заказал чай подсел к двум молодым людям стал разговаривать с ними там спрашивать ну а что вы там про правителя думаете а вот он реформы проводит а как вы довольны налоги невеликоваты или что вообще скажете а то я там путешественник мог задалека приехал парни поняли кто перед ними и встала дилемма там вскочить там упасть на колени перед ним там это кланяться казнят скажут а блин спалили контору испортили правителю путешествия по стране мол негодяй голову вам сплечь за это а если общаешься с ним как с равным тоже могут башку срубить потому что скажут что не проявил должного уважения это же все-таки царь а ты с ним сидел болтал как с трактирщиком и закончив чайную церемонию попив чаю молодые люди вот они вот как раз вот так вот и сделали прощаясь и царь такой это что такое что это сейчас было почему что тут вот эти пальцы что вот эти согнутые что это и те ему шепнули мы как бы ваше величество вас узнали но мы понимаем конечно теперь бошки посрубают но мы как бы мы и не можем перед всеми там явно упасть перед вами там ниц на колени там головой там это побиться в землю в знак уважения но и просто встать и уйти мы тоже не хотим вас оскорбить поэтому вот как бы мы как бы вот так аллегорически как бы показываем что мы простираемся перед вами и кланяемся вам и ушли и царь был настолько поражен этой логикой этим объяснением что даже ничего им не сделал не стал никого казнить но вот так вот эта вот история пошла в народ и в некоторых провинциях уездах громадного Китая вот принято в конце благодарить хозяев там не словами там не пожатием руки и так далее а вот именно вот так вот получается как бы церемониально аллегорически хозяевам поклониться поблагодарить у нас еще у русских вот тоже отличительная особенность нашей чайной церемонии в наши дни тоже это уже не принято ну все-таки 21 век на дворе и вообще миллион людей уже к сожалению предпочитают все-таки другие напитки а не чай хотя если честно все-таки я не встречал в жизни человека который сказал бы что чай он вот не любит можно говорить да пью там редко или чем можно сказать что вот я там чай не люблю такого я не встречал если вы чаю напились и не хотите чтобы вам его еще подливали или предлагали у нас было уместно на блюдечко полностью выпив чай чашку перевернуть и вверх донышком поставить этим вы показываете что все все с меня достаточно более чаю не хочу спасибо кстати вот тоже вот на самом деле многие народы за чаем что-то едят но у нас вот да наша отличная черта что мы русские с чаем можем вот скушать столько что вообще вот у нас как бы у русского человека дурной тон если просто собрались чаю попить а гость от нас голодный ушел все равно гость должен уйти поев все у нас вот такая традиция чайной церемонии в Китае подают очень большое количество различных закусок к чаю но в маленьких маленьких крошечных пиалочках вот если у нас могут там поставить большую тареличь на нее наложить плюшек ватрушек горой то в Китае будет много 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 чайных вот этих вот закусок которые называются димсам дай бог памяти димсам которые вот палочками берут и едят запивая все это чаем причем от уезда к уезду там вот традиция заваривания чая разного его вида различные у нас же в принципе в России как-то вот чайная церемония она в общем-то примерно на всю страну одна а в Китае их там миллион наверное у каждого китайца есть своя собственная такая чайная церемония вообще вот на самом деле в наши дни мир такой космополитичный да вот китайцы постарше бьют даже тревогу говорят ай безобразие молодежь пьет эти лимонады блин американские так ведь мы потеряем свою чайную церемонию так же нельзя мы же вон русские потеряли свой сбитень елки-палки период гражданской войны но все же пока есть традиции пока мы помним о том что чай это не просто горячий напиток который мы похлебали и пошли а это часть культуры вообще всего человечества взаимопроникновение культур дело хорошее конечно безусловно за счет этого можем есть пиццы роллы там не знаю сюрстремин какой-нибудь советский кроме наших русских пирогов латрушек но при этом мы помним что свои традиции необходимо тоже помнить и сохранять даже в наше время когда границы размываются и даже строгого четкого понятия единой чайной церемонии если подводить итог нашего народа как бы вот нету у нас каждая семья может что-то свое традиционно привносить и в этом тоже на самом деле наша особенность самое главное что это общение дружеское и чтобы вот еды побольше ну а у нас в Туле еще и строго обязательно чтобы тульский самовар на столе стоял и кипел дамы и господа ну вот как-то так вот если кратенько пробежаться по чайным церемониям вспомнили сегодня русскую китайскую ну и заодно досталось еще британцам с японцами мы с самоварным комбинатом Тулавар будем очень вам благодарны если вы сделаете перепост данного прямого эфира вам не сложно а нам будет очень приятно спасибо вам за внимание на даче как-то прохладненько вечером я пожалуй сейчас себе забодяжу кая чайку пойду заварить кайку 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 Продолжение следует...